Первое. Вы пожилить на коммунальном участке? Я пришел сейчас лично от президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Он вас прислал лично? Я лично пришел сюда от президента. Теперь послушайте внимательно. Если вы против президента, если у вас на сегодняшний день свое мнение, представьте, кто вы такой. Но это будет, если он не мэра президента. А вы кто такой? Теперь внимательно слушайте. Я пришел сюда. Моя фамилия из Тельмаусов, Кирилл Сергеевич. Который за деньги Руссуленко ездил в Валентинском. Теперь внимание. Я пришел сюда совершенно законно. Я пришел сюда с документами, которые прописаны в девятой статье. Закон о местном самоуправлении, которое прописано в устами территориальной громады. В 93-94 статье нам ваш юрист исполком ответил, что мы не имеем права, как граждане Украины, на местную инициативу. Но у меня вопрос. На каком основании члены территориальной громады не могут управлять в городе городскими вопросами? Потому что узурпированная у нас депутатами, в конце концов, я говорю, если вы против президента, вы говорите об этом. Погромче мы будем вас снимать. На сегодняшний день у нас две инициативы. Мы сейчас вам предлагаем. Ну подождите, подождите. Мы территориальная громада. Вы в данном случае мой друга. Я территориальная громада. Пятая. Мы не занимались службом. Вы не занимались службом. Запомните, первичным источником власти в городе является территориальная громада. Вы знаете об этом? Так вот я член территориальной громады. Вы должны молча сидеть и слушать, что говорит в вашей части. Понимаете ли я? Да, потому что я представитель народа. А вы в данный момент представитель меня здесь. Понимаете ли я? Считайте внимательно на устав, который подписан непосредственно в связи с тем, что в данном случае. Если вы хотите нарушать права каждой территориальной громады, скажите, что вы подрываете авторитет президента Украины. Нет? Нет? Я общался с Виктором Федоровичем. Адекватный человек. Давайте продолжать лично коммунальность. Вы. Если вы думаете, что у вас отдельно своя папа региона в Херсоне, то вы глубоко заблуждаетесь. Если вы подрываете авторитет президента Украины, деребание землю, разваливая стадионы, парки. Президент говорит о возрождении спорта. Президент говорит о возрождении детских спортивных площадок. У нас конкретно есть МИСЭЛ инициатива. У нас 4 объекта в городе, на которых на детских площадках планируется застройка. На каком основании от имени территориальной громады вы дали такое разрешение? На каком основании на сегодняшний день разрушается все в городе? Если вы думаете, что вы коллективно принимаете решение, повторюсь, вы сегодня подрываете авторитет президента. Вы отвечаете за будущее нашего государства? Вы подрываете государственную власть? Почему милиция на сегодняшний день блокирует права граждан Украины? Почему на сегодняшний день вы подставляете милицию? Зачем это вам надо? Скажите. И когда вы мне говорите, что я просто кто такой? Я гражданин Украины, член территориальной громады. Здесь мои права написаны. Я не физическое лицо. И вы должны понимать это. Если вы нас не услышите, мы вам предлагаем на следующую сессию в законе почитайте устав территориальной громады. Там написано. Вы должны, обязаны вынести наши вопросы, членов территориальной громады, на сессию. Должна быть комиссия. Мы готовы прийти на комиссию. Но не так, что мне отвечает ваш юрист, что мы не можем. На каком основании? Мы обратимся к прокурору, но не хотим начинать наш с вами диалог в конфликте. Поэтому предлагаем на следующую сессию, если вы не знаете, мы, может, вам доводили? Пожалуйста. Пожалуйста. Вы, с заметностью в зале, я нам юристу нашему. Нет, мы пойдем. После вопроса, который сейчас на сегодня решили на заседание депутатского дня, мы сейчас услышали информацию по глядиному периоду. Мы услышали важную информацию. Все вопросы у депутатов есть. Потом ваши вопросы, если вы подняли инициативу про земель, диланки питательских садочков, стадионов, юрист подготует всю эту информацию. А вы будьте внимательны и идут по залу, вам же тоже интересно, тепло в месте, правда? Другие вопросы. Будем разбирать ваши вопросы. Я прошу вас занять место в зале и ждать. Восьба. Там стоят члены территориальной громады. Вы придите и скажите членам территориальной громады, что нужно немного ждать. Пока какие-то вопросы до зимы, до зимы. Сидайте в зале. Место багато. Пожалуйста. Да, запрошу, посидайте и сидите в зале. Хорошо. Да. Тогда я вас переведу. Доброе, Кирилл. Ну и у вас все вопросы. Можете вывести? Доброе. Мы их выступаем. Будем злить наш главную комиссию.